17 сезон до 2 цел продолжается дорогие друзья и у нас последний best of 3 на сегодня one move отыгрывает против айви опять же best of 3 серия и у нас вновь изменения в составе нашей аналитики димон вернулся все упы отыграли меня как бы это заперли на время там в комнатку темную статей выпустили у меня к тебе есть тоже вопрос из чата нашего рука ну давай вк давай посмотрим где область у фонтана больше перед тем как ты будешь него отвечать спроси у него знает ли он ответ потому что изначально вопрос его поставили что это у него вопрос к тебе они учат да давай режиссер на уши скажет ну тут все равно без вариантов он не знает очевидно а там еще у меня 50 на 50 чистейшие по его даже по его позе уже видно что не знает вот ну а там мать она если что ему подможено я просто спалил если что формулировка такая была осторожнее как говорится номинально что радио по визуальному эффекту у них фонтан больше окей ну радио да действительно отлично вячеслав и яковлев ответил правильно и соответственно первым он ответил правильно поэтому попал в наш эфир вы друзья заходите в чатру хаб вк и также отвечайте на вопросы кто первый ответит тот и попадет в эфир ждет ждем я жду драфт и не знаю зачем мы сюда пришли зачем мы выходим в эфир если драфтов нет можем обсудить чурошли мы сегодня все мы вчера за 11 часов эфира обсуждали наруто и вот этого гай-сенсей который по твоему мнению можем сильнейшим и горюш не не по мнению не он сильнейшим он мне нравился ну хорошо он тебе нравился но по моему мнению нужно силу делить на количество времени как можем можем поговорить в не про что-то другое давай лишь например там не влечь это полная фигня это план но это дима наставина последнюю серию на карту если третий пока айзен не появится я ближ не начну смотреть я тебе могу спойлернуть вот когда он появится все короче ему нужно будет понадобится один палец он же законный сидит ему нужен будет один палец один глаз чтобы освободиться но это все что ему потребуется вот вы просто верните а всех остальных вот этих вот главных героев пожалуйста уберите к чертовой матери чем дальше поэтому и не выпускайте потому что там смотреть не на что в этом ключе ладно что у нас айви вчера сенсационно сенсационно наверное для многих но не для меня то есть одолели в итоге монаспу да я больше верил монаспу очевидно но процентом соотношения 40 на 60 было ощущение что айви могут ультануть в какой-то момент они реально ультанули посмотрим ультанут ли они здесь против ван мув потому что как по мне ван мув посильнее соперник все же и тут нужно будет тоже попотеть я бы сказал они постабильнее постабильнее да играют во первых айнград я бы сказал это усиление потому что в целом он я себя очень хорошо показывал вот когда это играл в другой команде вот это первое вторых они драфтят ну как-то понадежнее да потому что смотришь на монаспу у них какие-то вообще супер свои специфичные драфт эти думы какие-то залетают непонятно шейкеры которые ноль дэмэджем носят и так далее шейкер давай так он хотя бы хоть какую-то даму ну что-то пытался там остальные герои типа я образно говорю что да ну то есть у них свое видение доты иногда это реально круто заходит а иногда не работает а слова совсем вот вчера не работала что глянем ну давайте посмотрим на драфт который уже есть пока у нормального и в целом если только это не пио 65 будет играть на миране я надеюсь как как уже было то все в целом норм был бы очень что пиво 65 а добавил пиво 65 ну было бы нормально нормально согласно звучал бы там сразу сразу все знали но пио и пиво не так уж по-разному звучит если что и там где-нибудь в замесе можно не услышать и другое так что норм если видишь что он там руне бегает и фея ты смело говоришь пиво подпьем гирокоптер на кора ничего но это замесами это прям лютый замес у нас что-то я так понимаю день луны какой-то что это у нас значит луны много это что-то появляется появляется такая стала своим эклипсом пока опять эта комбинация луны и две чайки просто стоят там где-то сзади тренд нажимает корни нажимает bkb все тренд до свидания миран там что-то делается кидая стрелу опять же букин бара старшторма и все это не работает короче пока луна 1 кстати мы сегодня тоже видели тренд трейдер луна б трейдер ну допустим он кого-то вытаскивает окей он молодец это если он делает 1 а представь на секунду что первым врывается ван мув я уже не вижу шансов играть замес вообще я вижу ту же самую ситуацию которая была вот тем самым неприятным для его пиком где волнув просто в роли больше демиджей лучше статы соглашусь такая же ситуация похоже добавить лучше добавить да если в целом брать пока драфт ван мув мне нравится чутка побольше за счет того что в принципе я очень люблю когда в пике появляется герокоптер сам себе да потому что это неплохой герой опять же был у нас он брался больше против enigma условный на линию до с флэккэнном но сейчас этот герой залетает и просто так даже когда они условно нет хотя вас пикой все еще открыт и соответственно как раз на вас пик им троечка и нужна но избавляется пока что ван мувы от визаджа и других саммонеров кто остался в принципе ликан бруда визадж без мастер а без мастер же пик точно ну все значит все саммонеров больше нет ну и на мастер ну к слову я бы сказал что-то не молодцы они забанили уже потихонечку понимает что добавить и более того понимать что на пикать поэтому как ты понимаешь я уже за без мастера чтобы там слева не появилась возможно герокоптер 5 кстати кстати да есть так уже может быть есть такой шанс потому что на ласт пик оставлять пятерку ну для себя то есть на 23 тоже как-то не особо то когда у тебя флекси это да так тайт хантер бан сларк бан опять же потому что если бы сларк залетал против бэтрайдера и луны это было бы конечная как по мне там и на x хорошо залетает я смотрю против айви и фантом лангстер просто соляру заливает против вообще тут очень кандидатов очень много чего-то слишком мало героев которые разваливают айви и слишком мало героев которые решили бы делать ван мув драфт уже выигран салф 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 да соглашусь какие моменты обычно особенно когда в паблике когда у тебя остается ласт пик там такая эти все говорят мужик ты ласт пикте на тащить и стабильно когда вот тебе подобно говорят чел они умудряются пикнуть так что ты уже на спике в принципе ничего не сделаешь вообще именно по этой причине завязал с тем что я в пабе ласт пику я вообще ферс пику и просто мирану в каждой игре все и ко мне просто в ноль 10 тысяч порядочности лучше когда почти в каждой игре там два царик три царик вообще неважно просто бегаешь сзади ассистики лутаешь и нормально вот соответственно сейчас вот кор айви он просто в шоке потому что здесь безусловно очень сложно подобрать героя который бы точнее у флейнера который особенно спасти ситуацию а вам просто забирает на икса про которого я уже говорил он просто нажимает речь и он в ту зал упил эклипс он в ту зал упил все что там делать битайдер не читая ласу тренд миран это вообще два куска короче 1 0 же да согласен как-то грустно даже наоборот хорошо нет я команда с битмастером победит быстро все это единственное но это не это мы вам уфа я вас поспорил бы вам уфа не так команда которая обычно быстро закачивает даже даже с битмастером будет быстрее я тебе говорю если бы вот 45 минут это быстро станет после вчерашнего дня у нас качки по 60-70 минут все познаются в сравнении это день такой аномалия аномалия это день такой димон был это период ну ладно раз так кто-то принимается но последний драфт от айви который в нашем понимании не особо то уж и что-то определяет там оффлейным нужен очевидно как пусть удивят нас пусть нас удивят против лайфстилера который может быть его сможет загнобить как-то каким-то образом тут очень сложно спасти пик потому что у тебя меди битрайдера по сути ты берешь второго инициатора тебя все равно будет дамажить одна луна луна получает рор и как бы они там не дизэбли не кидали корни кидали лассо и там насталкер там не бегал не саленсил то в большинстве случаев тут просто дэмэджа будет очень мало при условии что рор дается луна насталкер чисто против бестмастера с оверлордом который съедает и пас шардом кстати это хорошая идея да это шанс что просто от этого крипчика не будет это прикольный вариант и он еще подушивать шардом пока тут не купит бкб нормально он конечно не спас пик но он улучшил ситуацию вообще не лучших ласпиков который был бы в этой игре но если все нормально буду делать ваннув не салат не зальют линии что в принципе наверное сложно сделать то я конечно на них а мне интересно что будет без мастер для сталкера и что соберет вот глянем для какой посмотрим а пока что напоминаем вам дорогие друзья про баннер под наш трансляции от лиги ставок забирайте страховку ставки до 1000 рублей по промокоду лига d2.17 так что перебегаемся быстренько туда и забираем так сказать фришную страховочку ну чё ожидаем начало карты как обычно то насколько 2 до этого нет одну одну значит ты готов сейчас прям а я щас с тобой врываюсь нормально спина к спине потом мишка пойдем закрывать не сегодня хелеран закончим и может рано закончен а на все когда успеем ваш парочку прощаться на воскресенье что блэк уже готов там ну прям заран у меня всегда твинг есть ну все на дыха с вами ты разваливаешь встань в пати собралось в прямом эфире мы так и делаем с вами а что еще обсуждать мы же все обсуждали конечно не 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 я без негатива не можем конечно мы не говорим что ты с негативом что-то защищаешься с умным видом поставить когда мипа в мету вернется никогда ну когда-нибудь когда 33 дорвется до него такой герой если он выиграет он выигрывает за 25 минут и кому нафиг надо если он игра затягивается то он проигрывает почти всегда поэтому случай сложный сбалансировать мипа это довольно сложная задача заходите в наш чат рухаб вк дорогие друзья пишите такие сообщения и попадайте в прямой эфир нашей трансляции собственно тогда же вернется когда и лондроид вернется в мету хотя бы это не тени 5 героев которые бегают его два героя бегу за два героя не так сказать как клоны простить вам удачи давай как-то ценюшую сделал да я видел я украсил я разобрал сразу диван слушай главное подать положительный пример все правильно да и мы это как раз упадет я это хорошее быстро впитываю ох ну что у нас тут самоках отправляется команда сейчас будет битва может быть так то так то парни из ваннув могут попробовать фбшечка то взять у них там контроля много ты помнишь эту песню будет битва будет мясо мужские что-то дни нам крат и а это другой песню видимо разные разные мы слушаем произведения нет и битва не будет это не будет к сожалению на руна мне нравится всегда когда за руна выходят подраться вначале как-то уже экшеном знаешь это располагая тебя на какую-то супер активную доту потому что когда у тебя так терпильно стоят и думаешь ну вот часа пять минут десять все будут стоять ничего не делать весь поэтому мне нравится турбомод вообще играть да я думаю что турбомод сейчас всем нравится последней поряли я бы с кайфом посмотрел вот тут бумаг потому что смотреть как там люди 15 минут качаются они качаются 7 минут потом у меня есть ой 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 а то по мое фуга отставляет чё автор лапе единство это паре я я потратил как бы он сэкономил это было рассветить хотим ну так был шанс на веру на веру на веру сыграл на веру чтоб тиммейта не забрал да ну я думаю что изначально его хотел ну изначально было договоренности дать ему именно фраг чтобы быстрее то вышел в какие-то шлем купил просто шлем быстрый чтобы и бисмастер единственная задача вот самая сложная думаю вначале особенно против таринтов это просто купить шлем купил шлем броня имеется все но вот именно в этой игре мне интересно что он будет покупать потому что здесь уже как-то хамов оверлорд не смотрится так крепко как ты пишет вы из-за наличия на стана да 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 здесь уже нужно будет вася придумать возможно другой там бьет но я бы сказал что аур в доте еще достаточно очень много ур поэтому что-нибудь полюбому вот линия тут конечно же безусловно за ави это луну тренд против двух милищников до милищных там такой тени если его начнет купить тренд подавра луны и еще луна сверху начнет жарить то там вообще не шансов и не надо выводить клипчиков при первых трудностях на линии ну а так и есть сразу же тренд пошел вперед синий конечно больше больно еще на на эпоха тоже нет пацана ну вам я так понимаю крепочка добил за счет того что полену закинул гир но до стартовки плоти в миде пока что все очень хорошо я смотрю внезапно у шторма прям какая-то жесткая доминация относительно батрайдера но если так посмотреть у битрайдера нам до 3 крепочка всего лишь но понятное дело что вначале бить батик наверно не самый сильный тебя на самом-то деле в миде один на один по стаками напал бы против шторма наоборот сильными кажется нет но если ты успеешь нас так нас так и даст на мудрые штормы все опытные штормы они приходят мин сразу начинается память ремнанты чтобы пропушить пачку сделать так чтобы у битика было меньше времени для стакивания стаков и вижу-то он снова пропушил пачку снова битрайдер подвышки вынужден убивать крипа а вот подвышка у него демиджи мало то но у него очень мало урона поэтому вначале все опытные медлайнеры то будет ну и участку он снова пойдет на него начнет бить битрайдера на месте ремонт и опять же кастовал там одного вранжа одного вот этих малышей и в таком случае он опять будет многое забирать но сейчас вот так так такие си двое это поставил не откиснуть шесть таков на нем конечно мало хп осталось у моисея но и бочка через 10 до добивают это потому что он изначально не пропушил уже пошел найти жесткая продушка в итоге в ответ на пока время будет битрайдер пофармит и наверное покрепам еще и догонит что он не догонит ну короче слово фраг на центральном коридоре это всегда выгоднее x2 максимальный профиль получаешь это лучше чем вот на сайт линии делать но и на что шторму возможно такой опытный я уже осмотрел ты штормут он что-то подошел дал рену вторую зачем он то все это сделал если он просто умирал на ровном месте но на практике больше практика против битрайдера тут счастье для без мастера с теми они подвыкщики принимают весь необходимый фарм васи еще добивает того самого крипчика еще и этого добьет ой хорошо хорошо у васи двух супер крипел добьем еще ранджа сейчас интересно получится ну-ка 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 нет не получилось но там был тени помочь ну а на любом случае находится подвышкой там тренд вроде как не пулит и поэтому тенис с мастером вот именно подвышкой вообще на я бы сказал бы в целом на линии комфорта себя чувствует в муфе я видел линии гораздо хуже у бис мастера до фонде начала здесь пока никто не умирает пока лас хит есть то есть без мастера свой доминатор свой ростом выйдет если конечно будет сюда хоть ты уж и говоришь сейчас не что-то курьер принес вас на день на синие гилгейр успевает выкинуть аваландж пытается убежать баран нету бис мастера что-то есть бодиблок но декабан и у гир баланс его живая вам не качал я спаси потерпели это из-за того что они с подушки вышли вот выглянуть инвентарь бис мастера конечно здорово ладно саня это мечты это мечты что мечты это он смотрю эти на торсы показали круто но по итогу на фрифарм ласилер понятное дело на линии находится в миде ситуация такого что бы трагер чуть-чуть побольше имеет шторма но опять же разница между штурмом и битрайдером минимально сейчас мы здесь сделают еще раз пил о конечно разница там все стармах естественно быть кагира пришел еще на помощь поэтому битрайдер решил отступить но опять же гирокоптеру на линии особо делать нечего там вы так в шоколаде полном находится лайфстиллер на фарм на 400 голды пока что обгоняет уже луну но у луну тоже все замечательно мы понимаем что рано ли поздно пойдет также леса вычищать а луну фармит побыстрее лайфстиллер в разы да тут видно что без мастерсти не так-то не особо и умещают они в лучшем случае это сделать пол это в лучшем случае а в целом тут надо просто ждать чисто на шестом леволе без мастера есть все шансы для того чтобы разобраться на этой линии мы видим что и stalker он вроде как борется с найкс на что это мощно носит но здесь долгое время на stalker страдал из-за того что ночи не было днем он довольно таки посредственный лейнер этих найкса и по натрусу видно что пока вот на stalker ждал ночи на их существенно оторвался и набрал много слотов но ракетку заряжают пока что фантомен здесь просто гоняет полтора очень такая пассивная пассивная дота один-один покажет счет не торопливо начинают команда но я бы сказал что ванмух славится таким они вот любят в такую доту играть а видимо вынуждены просто патент подстраиваться и все у нас нападение на битрайдера битрайдер без маны кстати может погибнуть сейчас таки прожал сюда бежит уже мирана на помощь и на развороте у айнкрада проблемы три стака напалма на нем айнкрад до свидания айнкрад погибает теперь гилгиру нужно каким-то образом отсюда убежать на нем 4 стака напалма подходит фантомен на помощь и буквально одного удара не хватает чтобы сделать еще один фраг пошла ракетка очередная тут уже тренд страхует поэтому вряд ли будет какое-то продолжение моисей в итоге выжил это просто фраг на шторме шторма крепко дышит удушающий максимальный прием был проведен сейчас потому что спирита но смотри он все еще опережает битрайдера по фарму ну то что это что в целом лучше битрайдер фармит а вот еще и стаки а я идти не идти не вызывает помощь мучки 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 там и автоверну мужики мужички мужички и автоверну держу в курсе там стаки стаки уже есть бетику бетику сигнал дали и по хорошему штормам дать сигнал что мужик иди забирай ну снизу луна продолжает фармить дефолтный видимо айтем билд будет без мама правда да играет будет играть просто через драгон лайнс потом яша может быть мат оставил может быть что-то еще может саша яша как вариант чтобы более тонковый быть ну короче в общем вы поняли быть пошел астаками уже выехал а и о мою по и вот нейтралочки посыпали да неприятная новость конечно для команды вам шторм попытается возможно наказать сейчас бетрайдера есть врыв гирокоптер рядом ракетка была уже заряжена бежит гилгир успеет наверное сейчас рассказываю закинуть но втроем конечно с моисеем справиться это не проблема вообще пойдет они его накормили они его и зарезали план был таков на игру как как свинку тем временем сверху айс сталкер продолжает против лайфстилера бороться но лайфстилер откровенно говоря уже плевать на этого сталкера то есть сталкера ему ничего не делать нужно только сосредоточиться на фарме мне кажется в первую очередь но вот на этой линии здесь тяжело не нужно быть аккуратным так и с таким активным минером как шторм очень легко делать фрак там просто без мастер дает рор в этот момент что он завершает тп на вышку моментально прыгать на фулману поэтому здесь не нужен либо вард очень хороший что было видно как кто-то прилетает либо хорошим уже идти в лес так как здесь без мастер сейчас будет на 5 она уже предельно аккуратно стоит на линии до видишь она так редко показывается 1000 и гирич там что-то бегает читать не хочет и в лес в общем-то пора идти а если идешь в лес то мульчик прям номер один для фарма какая же не богатая на фраге у нас конечно первого десяти минутка по итогу всего лишь пять фрагов пока что мы видели крайне мало такая спокойная дота неторопливая ленивая пускал даже немножко поэтому турбируется нет я бы сказал что нет turbo я я против я противник на самом деле turbo вообще не нравится да чисто я за то чтобы доту просто немножко в целом ускорили не можно x2 turbo ускорение просто добавила в смысле в минус короче я заметь замедлить turbo в два раза я готова с полтора раз проблема гирича гирич погибает но тут гораздо вкуснее может быть фраг мы истей под стики прожал под ливеньк армором нет все-таки шторм его забирает приходит сюда луна био здесь у айнкрата маны нет айнкрат начинает прятаться за елочками но сейчас будет еще один бимчик и айнкрат должен погибать да вряд ли он здесь уйдет него это два в один размен по итогу потеряли мидера потеряли саппорта забрали мидера в ответ по идее ави должны быть в плюсе хорошим после этого размена и моментально в смоках возвращаются обратно на линию бисмастера хотят забрать а бисмастер находится под вышкой гирокоптер плита какой смог видимо быстро еще не попробует но увы там противник уже готов на фантомен вовремя селепортировался за гирокоптером тут внизу хочется какую-то движуху создать но вот именно день смог отсутствует там короче все это дело контролица птичкой ну и вот он тот самый что крора правда нет но надо спасать нужно спасать и луну как-то но ой поздно как же поздно приходит сюда мирана ну пантомем от пятерка и вот мне жалко вот с анкрадом что делать анкрад уйдет опять даже если такой размер брать то все равно это в плюс для команды ванмов не забрали кэри вражу она икс он старше стоит на легкой вообще ничего не меняется в его жизни на регулярной основе лутер на stalker на stalker мы ничего не может сделать видно что по фарму с каждым разом на икс он все дальше и дальше отдаляется и от луны и от на stalker вообще по-хорошему здесь ави нужно что-то придумать потому что ну он сражается и как мы видим луну убивают а у на что чистейший фри фарм тренд тут пришел побороться за крепочков но что-то как-то переоценил мне кажется сюда с тебя получил рор и просто подарил фраг очередную в копилку команды ванмов но нехорошо дефают стаки мне нравится что идет ванмов они защищаются так и не в целом взяли самостоятельного хора который один стоит и даже если так кто-то предказал керу на x1 x2 выстоит и уйдет при этом очень легко и четыре героя ванмов они просто бегают в районе треугольника и убивают бетрайдеров делать регулярные вылазки на вражескую территорию забирает руну и самое главное что очень много выбирает по фарму но по-прежнему преимущество ту одну то вторую в другую сторону у нас колеблется нет явного фаворита пока максимально равна игра вот вы мне простите на ветру ненавижу игры на начале просто тяжело смотреть я вот вону сегодня рассказывал что если игроки вот ты так понимаю первый фильм которым нравится там побегать помеситься покликать а есть другой тип который вот готовы зайти на корах стадия таких часто встречаю которые пока там 5 это как я захожу вов манекен побить и выйти когда вот я вычисляю просто раньше думал что есть какой-то такой адекватный вариант повлиять на них но потом как-то разобравшись это вопросами то что тут над смириться надо постраивать лучше да лучше просто ждать когда они когда могу ли вы эти джунгли там вырастет джунгли ты абсолютно право так вот здесь идеальная как говорится описание по итогу ставится пауза еще сверху лаги сори говорит лаги бывает а я просто к тому что насколько же ну пресно смотрится эта карта после прошлой серии да где гидро его поиграли гидро это наши мальчики они в принципе месяц всегда да ну там даже когда они уступают и прекрасно понимаешь к чему все идет и какой рисунок игры кстати здесь драка наконец-то начинается корня трэмп от актера влетает найсталкер забирает шторма забирают также пантомимы здесь на гирокоп 3 минус 2 моментальные вот команды айви и вот она первая ошибка на команды ванму да наныл наконец-то правда экономически это особо особых дивидендов не приносит а так понимаю это герой там если минус тормоз что он вот в начале не зацепил мирану она там начала липаться и зря он пошел дальше там же уже интересную ситуацию вот и видел как сейчас без мастера вернулся от стрелы откуда было я прострали тела он вернулся прям вообще ночью то есть он увидел видел мувик navi а по до коэффициент эти временем 2 и 2 на айви и 16 на команду ванмуф это на карт от наших друзей из лиги ставок не забывайте про баннер потрасляться получаете страховку до 1000 рублей по промо-коду лига до 20 на нападение тем временем а лайфстиллер выпрыгивает врывается что одно солен свистит лассо было потрачено на лайфстиллер а лайфстиллер тратит рейдж в это время шторм продолжает кататься туда-сюда луна под фокусом луна погибает есть первый минус фантомима лхп он отправляется таверна в таверна отправляется и лайфстиллер в итоге драка 3 в 1 и драка в пользу команды айви догнать бы еще шторма но там нужен уловый ну короче если вкратце их просто их поменьше ну да пусть и весь анализ она молодцы что хотя бы забрали луну это уже хорошо хорошим он собираешься бисмастер вот есть ну на и ролик там один таких старых где я еще играл на них там даже были эти моменты показаны когда улетит стрела ночи она просто вылетает я моментально диагирую разворачиваюсь молния ну да это нормальная история для любого и зверюга поймали штормак стрела летит он не может увернуться в корнях зверюга бисмастер знаешь как обычно со стрелами рано стрелу я вроде в километрах стою наступаю просто гипнострела эффекты называют и это вещь ты вроде бы видишь и ты сам не заходим у меня знакомый он тоже играет вот со мной я его зовут у него например патч это сильнейший герой вдоль а я не понимал почему он говорит а он хукает ты ничего не можешь сделать и когда я смотрела в игры действительно так и выглядит неважно вообще откуда ничего не может сделать а когда там словом говоря мы пачка играли против пуджа условно говоря другие ребятки стали там патч вообще ничего не мог сделать просто бесполезный герой так как его хуки мы ловили крайне намного реже так ну ладно 12 6 по-прежнему нейтральная по сути ситуация по экономике попытка подпушить мид не особо то удалось вряд ли это смогу сделать айви айви возвращаются на свою половину просто продолжает фармить принципе как и компонент до сих пор ни одной вышки она упала прошу прощения бисмастер отработал да да снизу упала одна так то ван муф они все то преимущество которое у них было добытое на линии за счет на икса в легкой они по сути его растратили да потому что очень много невыгодных драк навязали где их тупо было меньше поэтому им хорошим он драться только с бисмастером они две драки проиграли просто потому что бисмастер не было рядом вообще а вместо тупо кучу герой у него аура одна уже есть не моря так и не обратил внимание что когда-нибудь я когда-нибудь инвентарь его посмотрю когда они были бы был бы скульптур конечно если что в парсе увидим что там в рекапе нас нападение на тени здесь подружка вы забрали ну и выход на товар этот ответочка команда это не конечно вышку заберут стали еще шанс что все упадут а он останется один живых игре тогда верло там себе собрал бежу в курьере но ничто твой выход на стаде на икса сейчас увидит он строить неприятно не удастся а не среагировал это это короче был двойной двойной байт услышали хватило урона немножко перепадать бирана на stalker с одной стороны отвлекал то есть камера была по-любому на нем то есть пока гуля убегал а мир она с другой страны подкараулилась закинул стрелу пока он не видит моя теория такова почему я пока смотрю что делает вам опыт после 10 минуты что делает а и пока это прям вот идейший финал винировали на похоже на то да потому что ну бестмастер понятно что он там качается но есть предел кача есть предел кача и нужно уже определиться либо мы качаемся с бестмастером за уж мы все качаемся потому что нас просто ави массой даже там даже лунного замеса подходит и импакт носит или мы сами берем бестмастера за ручку прожимаем смог и идем драться потому что пока вот 4 на 5 она не работает действительно не поспоришь здесь и айви наконец-то врывается вперед на 4000 золотых и продолжают набирать давление по карте одну секунду ты прям думайся какая носит ударов уже там уже манаспо чемпионат прошлое 20 виртус про икс 3 лучше увп этого вообще нижняя сетка не пожелаешь и ваннув не хватает да и луя как говорится и врагу не пожелаешь там сейчас манаспо нужно меситься будет секс 3 и так но не самые слабые коллективы в общем вот вам бестмастер вот вам рор дракон аура с бестмастера аура скалу феверлорда и ауру с дракона вот вам три ауры если вы хотите драться ваннув если хотите идти драться вот вам пожалуйста лучший герой для замес соберите его идите вперед вот такое ощущение что хотят драться больше айви они разбивают смока идут уже прямо в атаку прямо сейчас иду сторону бестмастера немножко не доходят до него теперь его видят на исталкер рядом пошли лиан ли они попадают такая себя так и в итоге получилось бкб появляется у луны еще теперь магический урон не страшен вот она драка вот он врыв моментально мастер и забирают стирают его без шансов то сати не поймали еще тренд протектора тренд протектор тоже минус минус 2 от команды ваннув ну вот первая атака успешная молодцы и сразу же выход на вышку в миде тоже товар заберут вышку и рошана хочется забрать на масса масс втором шторм проблем особенно к бкб возьмем ты говорил рассчитывать на корни 3 то не стоит хороший кулдау но не против букин баров да поэтому я сут территорию ребятки захватит поставить один шальное общество чтобы видеть как входит свой лес а я и все что надо сделать сейчас в умов это один арма хотят поймать там скандал кстати потрачен должна быть информация взрыва ловите в луны здесь двойной старшторм бим легко прошу я удивлен что шторм сразу не буду делать это что-то буквально за секунду до того как был заюзан у него да был скам потрачен команды ваннув и уже улепет его по самом деле ну нафиг от греха подальше неизвестно сколько там к игроков пришло тебе забирать там онлайн шаду ну как бы не вернет вижу поэтому центре стоит но все же мы видим что частенько не загуливают у него довольно таки много смертей для минеран и при этом маловато нет для того кто еще создает ничего не имея против движуху нужно чтобы движуха была в овероле в плюс для его команды а пока видна просто что она только в минус снизу пуш будет видимо т2 хотят перед этим выйти тренд протектора забрать но тренд не так-то прост и попробуй его еще найдет есть конечно без мастер птичку он уже повесил но тренд аккуратно держится за вышкой вы не могли подловить легко все будет смешно звучать здесь нужно шторм который влетит ахахахахаха влетает тени уходи родом игрока и тренд успевает вставать корни сюда на помощь прилетает моисей и гилгира в ответ заберут один в один в итоге драка уже неплохо хотя бы разменялись игроками героями точнее там в миде тоже может быть драка прямо сейчас может очередная стрела и опять поймали штормада что ж ты будешь делать позарился на руну аркейн что рвочи хотел ее забрать но тут его перехватили ночь подрубает night stalker полетел на поиски нужно отсюда наверное спешно улетать вам ну что собственно не делаю там охота начинается уже на крепочков сюда 250 это вот причина по которой мне оверлорд не нравится против night stalker а то есть собери все что угодно кроме оверлорда так как это довольно дорогая шмотка все это время ванну дрались четыром а в итоге мы имеем что этот крип это просто бабки для night stalker поэтому здесь уже звоночек звоночек для ванну потому что ну это последний шпак который в принципе ожидал ведь пристань сталкером то аура еще много в доте там барабаны надо купить там кунь кирасу купить все что угодно в этом мире если тебе нужно просто ауру с номина ладмирсом просто купил ладмирс тогда и как бы бегать с ней ну ну вот он решил что вот так тем временем коэффициент от наших друзей из дагестала к 155 на айви и 235 на команду ваннув на карту так не забывать про баннер но у нас время драка бкб нажимает пиво и на развороте пошел фокус автор лайф автор лайф скорее всего не денется никуда еще одна тычка летит бочка в итоге добивает моисей его тренд протектор вошел вперед в это время врыв а шторма неплохо бкб подрубать на stalker и урон уже не проходит корни наконец-то залетают поймали моисеев моисеев все еще ластой месяц в наличии он его тратить тем временем и начинает бить лайфстиллера лайфстиллер погибает погибает также пантомем врывается фини рассказ отличный забирает пио очень битые на самом деле остаются коры у команды айви не хочет моисей уже идти вперед но и в итоге драка 2 в 3 получилось но видимо в пользу команды айви айнкрат точно на лох и по врывается под саленс да ладно он не успевает уйти и он погибает гилгира тоже перехватили гилгир выбрасывать моисея но это лишь отсрочит как говорится время он все равно погибнет просто безумство какие-то и нету педали газа тормоза тормоза бывает я просто машины это ну да короче нет педаль тормоза это правда задний он вообще не дает с одной стороны плюс да ты всегда уверен что боится до конца ну когда не как это останавливаться надо то что очень мало уж тормой вот там уже мирана потихонечку догонять по на трусу слишком далеко вырывается луна вот ну и также слишком хороши дела на сталкер с битрайдом в общем вон муфт вообще так-то в одном шаге от провала ну да буквально еще одна драка такая же все мне кажется уже не смогут догнать просто шторму очень трудно будет вернуться по игре там уже герои становится все плотнее плотнее хочет нужно убить и при этом тома бахубойщик конечно будет да это здорово но вот с бахубойщик и кай он там мало кого убивает так ну что идут на вражескую территорию командой как собирались заходить на территорию леса вот левую часть но не стали в итоге в на мид переключились но хотя сделать еще минусы видимо какие-то айви и потом забрать рошана могла и шадов был потрачен бкб появляется шторма ну наконец-то хоть что-то территорию чекать так пантомема нашли пантомем пантомем фини прилетает сюда на развороте бкб на всякий случай потратил night stalker ну кто его знает там сейчас ты ничего забросишь и погибнешь так что в итоге только одним фрагом на гирокоптер довольствует сами но и забирает вышку т2 сверху сразу же в это время группируется в миде ваннов не уже ли драться пойдут что-то сомневаюсь пробедно говоря сильно в этом что-то вот они линии отстрелили и пропали в игре до этого абсолютно противоположная ситуация игре команды hydra в этой же да да вот я вижу на stalker который после десятой минуты просто носится по всей карте носит бешеное количество импакта и же бисмастера который не делает ничего оверлорд пришел на stalker на stalker силового крипа и вот на этом обиделся видимо на этом история бисмастера закончилась он там где-то качается и и хватит так в миде ломается vision хотели тра протактора поймать гилгер успевает уйти фруставчик отрабатывает хорошо стрела крипочка попадает но не добраться до крипа пока окей 8к 8к наверх полетел на и сталкер на и сталкер подтолкнуть линию в это время команда собирается уже около рожпита возможно будет выход на раша вообще заставит возможно на базу стремится кого-то из команды ваннув а в это время остальная команда будет забирать рожанду вам нужно собирается драться за рожана давайте смотреть поворотный момент может быть в этой игре потому что три бкбшки насколько я успел заметить здесь наличие ваннув теперь у шторма у ластилера и у неважно тут уже врывается на сталкер на опережение играет и вот она лассо шторма поймали шторм в корнях стоит прожимает блокинг бар врывается драку пиво в это время ультует ноль дэмэджа пока что с у тиммейта от луны луна под фул фокусом остается одна она погибает еще и сталкера могут забрать сталкер тоже в таверну но бкбшки отрабатывают у команды ваннув собственно выигранная драка первое имя за долгое время и теперь они идут в сторону рожану может 3 бкб дайк собрал да все то маги значит меня зрение не подвело там короче 2 бкб одному кто-то нажимаешь когда допустим текнули корни а второе когда утром клуне подходишь 1 защитная бкб 2 часа такую еще и тут бы я выделил я был для шторма он в целом сделал все очень красиво несмотря на фпм он врубил бкб мне там осталось где-то процентов 20 до 25 вместо того чтобы убегать это делать многие он просто пошел и выполнил свою миссию дал вор так слуну но потом когда уже вор так сон дал дальше там занес пошел как помоск что поздравим ваннув первый достойный командный мув за последовую нужно счет начинать ну да пора теперь уже них опять же они с распоряжение есть нужно наращивать преимущество отыгрывать денежки которые сейчас у оппонента продолжать ганг по карте я так понимаю айви пока вообще не хотят как-то драться тоже наверное зачилиться попытаются пофармить где-то и теперь захватывают ну да правильно делают они хотят т2 забрать все снизу я про ваннув имею ввиду так очень крутая шмотка выпала у бластерин вообще чуть ли не без для его команды быстро забрали вычку по-моему знают что айви бегают вот сверху они доказано понимают просто идут давить доставляю вернуть айви пока почему-то вообще не легит за то что там снизу бегать бисмастера так-то здесь подошел на их прошло бисмастер клипчик это тоже на павел клипчик это можно до стенуть оппонентов сюда они это не сделают два героя продолжают качать их лес и вот сейчас он ну любите наверх выгонять пацаном да и было здесь много принимала смолой шаду в спину попытается выйти брейн прям день а вот он и врыв поймали поймали на лассо бисмастера увозят бисмастер или убили клипчик и клипчик отдать на уши но неплохо по итогу получилось очень даже хорошо но этого недостаточно в любом случае нужно еще продолжать если айви хотят хотя для айви целом этот фраг это уже огромный плюс учитывая что они проиграли драку дураша надо учитывая что оппонент забрала егис уже целом продолжают огрызаться сейчас просто передышка бабочка да уже готова для луны уже летит на xmqb нужно битрайдер очень крутая штука летит на кастренч там топовая тема ген для тени собираются выигрывается следующие замеса уаи сейчас одна задача аккуратненько долгать линии по бокам и ждать когда егис пропадет мирана сверху справилась она там просто бегает из леса накидывается прям night stalker снизу тоже работает вам ну как-то взяли егис после этого они насчет бегают да но они короче ни разу не пошли не разменяли его не на пушку не на какую-то драку или надо быть с эгисом а чё бы нет чё бы не сходить вот аганим летит сейчас шторма возможно но там минуту еще будет действовать аегисов самое время может пойти его размер на что-то полезно обжигать какой-нибудь либо просто замес провести шторма отправляем вперед пускай врывается он кого-то цепляет и просто заберем хотя бы фраг но я согласен то что тебя просто гиды простаивает на то чтобы ты побегал пять минут пофармил там безопасности но это прохладная история вот они собираются вместе наконец-то да хотят все-таки разменять ну если луну найдут то это вообще просто джекпот будет для ребят из ваннов они идут правда нет на ней все-таки на сторону луны там битрайдер еще рядом тоже довольно богатый герой но что луна чтобы трейдер просто отступают на базу прочитан був пошла мак ратка раны низ вот и есть под ими за нужные тем так как и скоро пропадет им самое время надо смог и или смог плюс улице просто походится нападение до 7 секунд до выпадения эгиса самое то чтобы пойти организовать контр-атаку нотами собираются так-то луна уже довольно опасная 19000 с половиной тарсы имеет хотя на самом деле гули не тогда далеко от нее стал ну и вот он смог и перейдут в атаку айви прожимается также мы лайшаду и моментально реагирует ваннух просто сходу отступает свой лес но не все игроков так не пантомема ой шторм как же он врывается стяжка по двоим отличная врывается сюда также и тини на тини прыгает на и сталкер в итоге тини погибает фантомем делает байбэк также возвращается обратно пытается пробить сейчас автор лайф а автор лайф за счет бкб живет в это время гуля пытается добежать получает бим но он останавливается шторм здесь налетает на мирану мирану оставляют выкидывать тини здесь еще и на и сталкера на и сталкер получает ракетку и скорее всего тоже погибнет это еще до 1 фраг в копилку команды ванну в итоге что получается надо река посмотреть два в один два в два но выбитый байбэк или два байбэк там два байбэк вроде айви от должны пресса остался после всего этого это та тайна саня тайна которому не знаю пойла пофигу падает падает вышка я уже устал на самом деле с этим бороться когда у нас будет связь сейчас самый крутой что я вот думал просто имейте это беспроводную ночь просто ксене шкуриком sound кликачь на лево-направо ну тут ребятки с кайфом заходит на базу да внезапно внезапно ситуация поменялась кардинально после последней драки за счет того что нет героев сейчас могут лишиться стороны прожимается гли фортификации пытаются может быть кого-то поймать на отступление лайфстиллер потратил рейдж убегает в афтерлайф нет бараки вроде как стоят бараки надо было забирать лассо залетает в афтерлайф еще мысей ворвался афтерлайф погибает но как врывается айнкрат стягивает всех но не хватает урона погибает фантомем погибает в это время тренд протектор ласси лир дерется один на один но битва не равна в итоге лайфстиллер ее проигрывает пытается бежать отсюда гилгейр откидывает яблоч но стрела попадает и не в колено и он уходит с дороги приключений в таверну и это очередной комбэк только теперь в сторону команды бежуха вистора а вида но проблема в том что там не будет гули целую минуту и это очень много она уже них но не ухну линия тушеные в миде нужно забрать т2 прежде чем заходить на хг а сверху крепочки далеко они зайдут на хг в этих стрелаем прилетит я думаю потянув время сейчас 2 в 2 глифа шторм полетает туда-сюда ну сложновато будет забрать сторону полноценно без мастер появляется уже 25 секунд до появления лайфстиллера пытаются хотя бы т3 забрать там еще рошан скоро появится покончить партику обозор открывается неплохо стянул двоих без мастера здесь возвращается обратно бэтрайдер просто уже летел ну да в итоге только т3 только т3 достается в копилку команды а я и они отступают сторону рошана или как или нужно еще одну драгу провести перед рошаном я в карриторе доход слишком много решает у нас так где врывается в пантомема там сразу и на иксу попроще себя позиционировать и что он там летает хоть как-то и видно как 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 легко а вот когда vision есть у айви то врывается батик либо в висмастер либо какого-то гирокоптера допустим и уже без одного кора как-то играется посложнее поэтому вижу на мастер сейчас дави нужно все заварить все возможное со всеми птицами которые будут взлетать ждать ждать рошана я слышу тем временем смог разбивает ванну побежал гилгир не попадает эволэншом и пью успевает нажать блэкинг бар врывается на сталкер просто на пантомема садится пантомема не отпустит здесь рора без мастера остановить моисея моисея пытается что-то сделать но тут эклипс летает не самый хороший но не самый плохой а гуля оказывается под фулл фокусом он погибает погибает также и тими и ни у кого байбеков из команды ваннув нет добивает after life это еще один минус ну и на этом судя по всему заканчивается первая карта победы команды айве на сталкер уже типа без мастера говорит какой-то молодец по файл 3к по видно что да просто идут в трон очень хорошо у него все живы при этом еще остались шторм конечно там может сопротивляться сколько угодно но обмана не бесконечная как говорится и рано или поздно ты отправишься в таверну без байбека гг гвп на первой карте айве в итоге переигрывают ваннув что честно сказать удивительно лично для меня но девочка узоров молодцы да молодцы ребята сказать нечего приятно удивляют чего не скажешь о ваннув ваннув как-то не оправдали ожиданий моих лично увы жаль жаль печаль грусти но на самом деле не очень не очень жаль на самом деле потому что игры ваннувф они достаточно скучные всегда были в плане обилиях что на какого-то и так далее поэтому особенно скучно не особо жаль первый раз много-то вообще да бэм-финн-слипер бэм-пятнадцать минута фк бэм-фак оверлорд гриба приходит на и сталкер забирает его и все умерлорда нет крипас в 활동е Нет того самого, который даёт ауры, там дерётся, здесь и с лишним дэмэджем у того же дракона. Его просто нет, он пропадает. Поэтому я не понимаю Васю. Такое ощущение, что он первый раз в жизни убил Найсталкера, который хавает крипов с Шардом. Хотя известная вроде как... Известный дефолт, да, в принципе. В паблике, когда ты берёшь бестмастера, ну или хочешь такими героями, ты обычно просто банишь Найсталкера, ну на всякий случай. Ну, не получилось на первой карте. Конечно, тут можно много разговаривать по поводу этой первой карты, но, честно сказать, тут просто айви как-то выглядели посильнее. Был определенный момент, когда мне казалось, что ванмуф могут перехватить инициативу. Ну, слушай, на самом деле я бы не сказал однозначно, что айви выглядели сильнее. Я бы сказал, что тут близко к 50 на 50 было, но даже в какой-то момент айви дали слабину и отдали преимущество приличное, ну, приличные деньги. Но, мне кажется, в огромный минус играл для ванмуф это вот нереальная пассивность какая-то в плане геймплея. Мы реально терпели долгое-долгое время, пока айви просто не дожили до своих артефактов, да, и вот в мингейме вышли и перевернули. А когда они нападали, они нападали вот так. Миран один раз делает лифт, второй раз делает лифт. То есть шторм по итогу он с трех прыжков только смог его догнать, потратил вообще там большую часть маны, и вот на ислака приходит, моментально забирает шторма и так далее. Таких моментов было очень много. Вот здесь они опять же нападают в меньшинстве, и у нас просто делает ТП тренд, это получается драка 4 в 5, где очень много импакта вносит Night Stalker, АБМ на своей линии чилит, и опять же драка в меньшинстве. И здесь ванмуф очень много таких драк устраивали, за счет чего айви очень легко вернулись в игру, потому что на линиях там слишком хорошо было в Найкс. Он вначале дик оверфармил. Ну и шторм, вот у него вот эти вот моменты, они частенько были, что-то его в одном месте убили, в втором, в третьем, в четвертом. Вот хорошая атака, по-моему, первая будет от команды ванмуф, как раз-таки когда они сейчас героев позабирают, они забрали довольно быстро Моисея, забрали сразу же кантази. Ну это в первую совместную атаку была хорошая. Ну здесь вроде не так плохо все будет. То есть луна вроде утонула или нет, а втерлайфе он все-таки заберут. Нет, тут плохая будет драка. Да, и тут автерлайфа еле-еле добивают. Ну шторма, откровенно говоря, крайне печально была. Вот здесь на развороте, по-моему, да, сейчас шторм он-то врывается. Где, в Лайфтилер, в Лайфтилер, да. Как раз-таки БКБшки заканчиваются у Командави, и Гуля сейчас себя почикает здесь. Или не почикает? Ну, даже без БКБш. Где-то он должен ворваться, я помню, что они камбэк на всю экономику. Ну да, чуть попозже где-то минуту. Должно быть там 28-й или что-то такое там это было. Ну да, здесь Айнкрат, опять же, не самая удачная игра на Шторм Спирити, очевидно, для него, да. Ну вот этот мув, конечно, гениальный просто, Тенк Рада. Именно гениальность мув в том, что стоять шторм, который вот крепил, у него и так нет хп, он прыгает на Сталкера там 70%. И что ты хочешь вдруг? Вот это вам хороший дракон. Ну вот здесь вот Шторм хорошо все сделал, то есть у него осталось мало хп, но несмотря на это, он ждал, пока у Луны закончится БКБ, Луна заканчивается БКБ, она получает Вортекс, и в целом она получила серию контроля. Вот здесь они хорошо с ней разобрались, но потом просто Луна стала немножко по-другому играть, и она ждала, когда вот ее команда начнет, там Бетик ворвется, остальные герои, и уже потом, когда там Бестмастера сложен до террора, и Шторм, он там испытывал большую проблему, она спокойно входит и просто перебивала Найкса. Ну там Лавкач против Сузыка, там Лавкача преимущества. Да, хорошо, здесь еще Мункуши увезли, потому что если Мункуши не увезли на Лассо, он бы доел Луну, но даже так, даже так Ланмуф эту драку более-менее как-то для себя забирали, да, там Муна Дмит также еще забрали сверху. Ну, не самые стабильные Айви, конечно, все же они хороши, они очень круто пока что играют на этом турнире, и этот сезон, это прям Айви молодцы, но все еще нет прям мега стабильной доты, и сказать, что они прям Тир-1 команда 2СЛ довольно трудно, мне кажется, даже Гидра выглядит немножечко стабильнее, чем они, но свои заготовки, свои наработки у них имеются, да, и они хорошо контрпикают, опять же, соперника, да, насколько сильно этот Найт Сталкер перебил без мастера, это было видно, собственно, по игре. Ну, продолжая твой спич по поводу стабильности, мне кажется, Айви самая нестабильная команда, вообще, в основном, на этом турнире, и Гидра, конечно, ты нормально сравнил, ты команда, которая проиграла одну карту, по-моему, на протяжении всего этого времени, но так-то Айви, они умеют играть, когда, я не знаю, фаза Луны какая-то приходит, важная, они реально драфтят, исполнят, а потом Луна уходит, знаешь, там вот этот, не в закат, а как это называется, Новолуния, когда ее не видно, Луны, ну, то есть, или наоборот. Полнолуния. Нет, полнолуния, это когда она полностью... Затмение есть? Нет, Луны затмения, это другое, фаза Луны есть, есть фаза, когда ее нет на... Ну, я понял. Забыл, как она, Новолуния, наверное, называется. И вот тогда они начинают какую-то дичь творить, непонятно, то есть, брать Миран Кэри, проигрывать игры там за 18-20 минут с этой Мираной, которая вообще ничего не может сделать и так далее. Пока все хорошо у них. Пока драфтят замечательно, поэтому вообще ноль претензий. Хотя мы, помнится, говорили по... Вот смотрели на 4 первых пика One Move и говорили, что ну это прям легкое, это прям One Move уже выиграли драфт и все такое, но... Ну там все базировалось на Оверлорде. Вот, а потом Найт Сталкер заметил. А потом прилетает Найт Сталкер, и все раскоменяется. Круто, круто. Это поэтому слишком большая разница. Слишком большая разница, когда у тебя на 20-й минуте бегает Крип, это как шестой герой, у него там 200 урона, там больше 1000 хп, и он слишком много дэмэдж делает за Месси, и в другом случае его просто нету, он просто бах, и он исчезает с радаров. Вот это первое, да, и второе, мы, естественно, всегда отмечаем, что исполнение, вот оно играет ключевую роль, а здесь было исполнение такое, что вам муф на регулярной основе вкатывались два в пять, четыре в пять, и вот так вот раз за разом, раз за разом их просто численным большинством передавливали, а когда у тебя вот так вот все упирается в исполнение, это значит, что тут уже плевать, какие пики. Если у тебя команда будет четвером играть против пятерых, то она всегда проиграет. Абсолютно верно. Уйдем на небольшую паузу перед началом второй карты последней Best of 3 серии на сегодня.